Здравствуйте! В эфире новостная служба Центрально-Азиатского телевидения в студии Арслан Мударисов. И сегодня в программе. Очередное похищение из России спецслужбами Узбекистана узбекского беженца. Таджикистан. Можно ли возбудить уголовное дело за написание открытого обращения президенту? Таджикистан. Очередная стрельба на киргизско-узбекской границе или как 10 тонн картошки стали причиной смерти 21-летнего парня. В Киргизской республике растет число преступлений. Еще 28 января из Санкт-Петербурга узбекскими спецслужбами был похищен гражданин Узбекистана Абдулла Рабиев, который только сейчас нашелся в СИЗО города Термеза. Преследование Рабиеву узбекскими властями началось еще в 1993 году, более 22 лет назад. И только сейчас им удалось до него добраться. На родине Абдулла Рабиев обвиняется в связях с экстремистской организацией Хизбут-Тахрир. Опасаясь пыток, в 1993 году Рабиев выехал в Кыргызстан. С 2000 года находился в Южной Корее. Каждый раз узбекская сторона требовала его выдачи, и он менял очередное место жительства. С 2011 года Рабиев жил в Санкт-Петербурге, тщетно пытаясь получить статус беженца в России. Многочисленные инстанции отказывали ему. Несмотря на вывеские доводы, двое родственников Рабиева отбывают наказание в Узбекистане по тем же обвинениям. А два брата Рабиева, не выдержав пыток, уже умерли в колонии. Рабиев попытался воспользоваться международной защитой, обратившись в управление Верховного комиссара по правам беженцев ООН, где его документы приняли и начали рассмотрение. Однако в конце января в Санкт-Петербурге у дома, где он жил, на него было совершено нападение, а сам он похищен. В тот же день жена пыталась подать в отдел полиции заявление о похищении, но его не приняли, сказав, что его можно оформить только через 48 часов после исчезновения. После вмешательства адвоката заявление все-таки приняли. Но в возбуждении уголовного дела в итоге отказали, на основании того, что заявитель якобы сам выехал в Узбекистан. Сложно представить, что человек, которого на роде ждет верная смерть, мог самостоятельно туда выехать. Почему Россия никак не реагирует на похищение иностранных граждан на своей территории? Как властям Узбекистана каждый раз удается пересечь госграницу с очередным похищенным? И много ли уже подобных случаев мы попросили рассказать адвоката похищенного Ольгу Цейтлину? Несколько дел уже есть в европейском суде, когда было признано, что это вина властей Российской Федерации, поскольку она не без участия российских властей. Безусловно, мой подзащитный европейский никаким образом не желал. Он опасался, остерегался вот этой выдачи, которая произошла. И теперь у нас есть сведения, что он находится в тюрьме в Узбекистане. Почему в Узбекистане так много обвиненных сторонников из Буттахрира? Действительно ли они экстремисты или власти Узбекистана используют это клеймо как прикрытие для заточения инакомыслящих граждан? Мнение узбекского правозащитника Бахрома Хамраева. Под это прикрытие, конечно, узбекские власти успели достичь определенного успеха. Огромное количество осужденных людей по обвинению за экстремистические деятельности. И это одна сторона. Другая сторона. Узбекские власти очень прекрасно знают, что в России она вынесла список террористической и экстремистической организации из Буттахрира. Поэтому очень легко удается многих похитить или незаконно увезти граждан Узбекистана из территории России. Те, которые были незаконно увезены из территории России в Узбекистан, они даже в суде говорили, что они не являются членами Хазбатахрира или каких-то других джемуатов. И просто им ставят такое обвинение, чтобы это спокойно из территории России, чтобы увезти легко. Таджикский правозащитник из Атамон, живущий в России и защищающий права мигрантов, подвергся телефонным угрозам за написание открытого письма президенту Эмамали Рахмону. В своем обращении из Атамон просит у президента Рахмона встречи. По мнению активиста, у таджикских мигрантов накопилось много вопросов, в частности, касающиеся равнодушия властей Таджикистана, не проявляющих интересы к многочисленным фактам дискриминации таджикистанцев в России, о некомпетентных таджикских чиновниках в Москве и многое другое. После опубликования нашего обращения к президенту Таджикистана, в котором мы призывали его к встрече с мигрантами, появились некоторые люди, которые позвонили нам и, угрожая расправой, требовали, чтобы я удалил данное письмо со своей страницы в Фейсбуке. Эти люди представились сотрудниками МВД Республики Таджикистан. Они сказали о том, что против меня возбуждено уголовное дело и как только я приеду в Таджикистан, буду арестован. Я попросил этих людей представиться, на что они мне не только ответили отказом, но и перешли на ненормативную лексику, продолжая мне угрожать. Я не стал удалять свое обращение из Фейсбука. Мало того, я уверен, что в этом деле задействованы определенные круги, так как обычному человеку незачем прибегать к такого рода действиям. Буквально на следующий день после публикации открытого письма президенту, ОМОНу позвонил некий человек, представившийся сотрудником МВД Таджикистана. Он потребовал немедленно удалить письмо из интернета, а также сообщил правозащитнику, что дома на него уже заведено уголовное дело, и там только и ждут его возвращения на родину. В ответ Изотамон написал еще одно письмо, но на этот раз на имя министра внутренних дел Рамазана Рахимзода, которого попросил разобраться в деле и установить, кто из его сотрудников звонил. Что ответило МВД и какое же уголовное дело заведено на правозащитника, в эксклюзивном интервью рассказал сам Изотамон. После звонка мы написали официальное обращение на имя министра внутренних дел Рамазана Рахимзаде, тем самым хотели предупредить тех людей, которые нам угрожали. Мы написали, что есть действительно некие группировки, которые угрожают нашей безопасности и воспрепятствуют нашей политической и общественной деятельности. Ввиду этого, компетентные органы должны быть в курсе. Однако в значительно короткие сроки на сайте МВД появился своеобразный и ироничный ответ, в котором было написано, что они якобы за один день проверили все те факты, которые мы им предоставили. И якобы наши опасения являются беспочвенными. Но сам факт реакции со стороны министерства является для нас большим успехом, поскольку мы крайне сомневались, что на наше обращение последует ответ. А между тем, в Таджикистане в рядах правящей президентской партии оказалось не все так гладко, как оказалось на первый взгляд. Спор из СБ вынес лидер молодежного крыла Народно-демократической партии Исфандиар Абдурахманов. 5 мая молодой активист разместил на своей странице заявление, в котором сообщил, что покидает партию в знак протеста против процветающего там местничества и клановости. Три месяца я плодотворно и основательно работал в качестве главы Сазандагони Ватан. Однако из-за местничества и раскольничества большинства сотрудников Центрального комитета НДПТ подал в отставку. Хотя многие мне говорили, что не уходи в отставку, поскольку тебя очернят, но правда должна победить. Пусть я пострадаю за слова правды, это пройдет, но пусть Таджикистан процветает. Что происходит внутри пропрезидентской партии, в чем истинные причины ухода Абдурахманова, мнение политического обозревателя Марата Маматшоева. То, что заявил глава молодежного крыла НДПТ, в общем-то, это не секрет для страны. То, что наверху у нас процветает местничество, это очевидный вопрос. Можно просто взять любого руководителя и посмотреть, кто работает в его аппарате, и посмотреть на географию, кто работает там. И факт местничества будет очень легко доказан. Скажем так, вот это действительно интересно. Сотрудник этой партии, причем лидер молодежного крыла, вдруг откровенно обвинил ЦК своей партии в такой бесвестный, беспрецедневный случай. Я думаю, сейчас там будут происходить большие выяснения отношений, будут разбираться в том числе и с теми, кто рекомендовал его на этот пост. Будут пытаться и с ним тоже как-то свистить счеты. Далее, коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. В результате ливневых дождей на юге Таджикистана погиб один человек. Стихии также уничтожены несколько десятков домов. Повреждены три школы и более 80 тысяч гектаров посевных площадей смыты селевым потоком. Владимир Путин помиловал двух осужденных за государственную измену сотрудников таджикистанского предприятия «Восток Кретмет», которые в 2009 году были приговорены к 22 годам тюрьмы. В Сирию всего отправилось 352 гражданина Кыргызстана. Большая часть из них выходят из южных областей. 31 из них уже убиты в ходе боев, сообщил МВД республики. В находящейся Вене Гурбангулы Бердамухаммедов отказался отвечать на вопросы журналистов, которые изначально предполагались по протоколу. В итоге главы Австрии и Туркмении кратко выступили перед прессой. Также Бердамухаммедов не стал развивать тему прав человека в его стране, которую ему предложил глава Австрии. Впервые Иран поставит Таджикистан партию дизельного топлива объемом 500 тонн. В случае успеха поставки могут стать регулярными, что создаст конкуренцию России, традиционному поставщику нефтепродуктов в Таджикистан. Global Firepower опубликовал ежегодный мировой рейтинг военной мощи стран. На первом месте в мире стоит США, на втором – России, третья позиция – за Китаем. Страны Центрально-Азиатского региона расположились в конце первой сотни. Узбекистан занял 54 место, Казахстан – 66, Кыргызстан – на 78 позиции. Таджикистан занимает 81 строчку и на 90 месте – Туркменистан. Продолжаем выпуск. 21 год. Столько успел прожить Махмуджан Уулу Мансур, которого решил вместе с двумя друзьями на трех автомобилях контрабандным путем вывезти в Узбекистан 5 тонн абрикосов и 10 тонн картофеля. Накануне он был убит на несогласованном участке границы узбекскими пограничниками, открывшими огонь по нарушителям. Трое граждан Кыргызстана пытались контрабанды вывезти овощи и фрукты из Узбекистана. Нарушители не подчинились требованиям остановиться и попытались совершить наезд на пограничный наряд, который открыл по ним огонь из автоматов Калашникова. В результате один контрабандист был убит, второй задержан узбекскими военнослужащими, а третий скрылся. Тело убитого нарушителя сегодня было передано кыргызской стороне, как и второй задержанный, которому тоже исполнилось всего 23 года. О причинах частых конфликтов на границе мы спросили у экзам-министра обороны Кыргызской республики Мурата Бейшенова. Пока между кыргызским и узбекским руководством не будет проведено мероприятие по демаркации, делимитации границ, пока не будут установлены дружеские отношения, вот эти все конфликты будут продолжаться. И если наши президенты не умеют говорить и на неформальном саммите СНГ, когда Атамбаров что-то сказал, Каримов его осадил и так далее, вот эти реплики и так далее, это сказывается на всех отношениях, на всем уровне. Вы понимаете, на границах будут продолжаться конфликты, потому что когда первые лица не могут договориться, не могут уступить, не могут проявить политическую волю в разрушении каких-то проблемных, особенно территориальных, это бесполезно, значит будут страдать, это вечно будет проблема. Узбекские будут, нарушение границ Кыргызских, теперь Кыргызские пограничники получат задачу расстрелять гражданских Узбекистана, и так и будет вечная проблема. Значит, вина во всем, я считаю, высшие руководства должны прийти к согласию, к какому-то мирному соглашению. Если этого не будет, вот эти конфликты будут продолжаться. Узбекская-Кыргызская граница остается источником постоянных вооруженных инцидентов, главная причина которых в том, что до сих пор более 370 километров госрубежей остаются спорными, и местные жители зачастую даже не знают, на чьей территории они находятся. Однако многие из них этим пользуются сознательно, чтобы промышлять контрабандой. Что могло подтолкнуть молодых парней нарушить закон? Почему местные жители, несмотря на частые применения пограничниками оружия, все-таки идут на рискованный шаг? Интервью эксперта Мурат Бейшенов. Жизнь не остановишь. Люди будут нарушать границы, когда нету демаркации, дилематизированных государств, пограничных этих столбов нету. Это все будет продолжаться. Пастбище будут нарушать узбеки. Мы будем нарушать какие-то ввоз, какие-то продукты. И все это будет продолжаться. Я считаю, что нужно проявить волю, смириться, гонор, спрятать, что Каримову, что Атамбаеву. Надо договориться за сетей за стол переговоров, потому что так должно продолжаться больше 20 лет и уже не может. В Кыргызстане зафиксирован значительный рост преступлений. Количество убийств, ограблений и изнасилований в республике на 20% больше, чем за такой же период прошлого года. Национальный статистический комитет Кыргызии опубликовал информацию о более чем 7,5 тысячах преступлений, которые успели совершить преступники в этом году. Это на тысячи случаев больше в сравнении с годом предыдущим. Больше всего злодеяний совершено в столице, на долю которой приходится едва ли не треть всех нарушений закона. Причем 12% задержанных преступников – женщины, еще 7% несовершеннолетние дети. МВД Кыргызстана также отчиталось о 172 фактах распространения религиозного экстремизма и изъятии почти 5000 единиц пропагандистских материалов. Всего в республике на учете в МВД стоят почти 2000 человек, подозреваемых в радикализме. Это была новостная служба Центрально-Азиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие новости. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok